Здравствуйте, уважаемые абитуриенты! Я, Борис Верин Михайловна, кандидат филологических наук, доцентка автора русской филологии и методики преподавания русского языка Оренбургского государственного университета. Предлагаю вашему вниманию консультацию к вступительному испытанию по теории и истории литературы, проводимому Оренбургским государственным университетом самостоятельно. Экзамен проводится в форме тестирования, в ходе которого вам будут предложены задания по основным литературоведческим терминам, а также по художественным произведениям русской литературы. Экзаменационные задания составлены по двум основным разделам – «Теория литературы» и «История литературы». По разделу «Теория литературы» вам будут предложены вопросы о своеобразии литературы как искусства слова и ее место в ряду других искусств. Образив тестов вы видите на слайде. Все тестовые задания, представленные в нашей консультации, аналогичны тем, которые будут включены в вступительные испытания. Также это будут вопросы о литературном произведении как целостном единстве, его идеально-тематическом и сюжетно-композиционном своеобразии. Вопросы о родовом и жанровом делении художественной литературы на эпос, лирику, драму и лиро-эпос. Вопросы о стиховой организации речи, соотношении стиха и прозы, метрики, ритмики, рифмы и строфики. Экзаменационный материал представлен также заданиями по языку художественного произведения, звуковой организации поэтической речи, трупам и фигурам и их роли в тексте. Имеются и вопросы по основным художественным направлениям – классицизму, сентиментализму, романтизму, реализму, модернизму и постмодернизму. По разделу «История литературы» вам предстоит решить вопросы по следующим периодам развития русской литературы. Древнерусская литература, литература XVIII, XIX и XX веков. Абитуриентам будут предложены тестовые задания, для выполнения которых потребуется Знание текстов произведений русской литературы, знание оценок произведений литературной критикой, знание творческого пути писателей, произведения которых входят в программу, понимание художественного, нравственно-философского и общественного значения литературных произведений, умение анализировать художественные произведения, умение выделять элементы структуры художественных произведений, находить изобразительно-выразительные средства, умение применять теоретико-литературные понятия и понимание основных закономерностей историко-литературного процесса. Период древнерусской литературы будет представлен вопросами о предпосылках и условиях возникновения древнерусской литературы, о ее периодизации художественного своеобразия, о жанровой системе, например, в таких жанрах, как летописание, поучение, слово, житийная литература, хождение, исторические повести, публицистика, бытовые ситерические повести, силабическая поэзия. Образцы тестов вы также видите на слайде. Период литературы XVIII века включает в себя вопросы, касающиеся русского классицизма, его особенностей, реформы русского стихосложения, а также представителей классицизма в России Кантемира, Тредяковского, Ломоносова, Сумарокова, Державина, Фанвизина, а также вопросы о своеобразии русского сентиментализма на примере творчества Радищева и Карамзина. Образцы слайдов на ваших экранах. Далее, по периоду литературы XIX века абитуриентам будут предложены задания, связанные с особенностями культурно-исторического и духовного развития России, со своеобразием литературного процесса, имеется в виду романтизм, натуральная школа, реализм, а также с творческим наследием Жуковского, Батюшкова, Боротынского, поэтов-декабристов, Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Гончарова, Тургенева, Микрасова, Тютчева, Фета, Островского, Салтыкова-Чедрина, Достоевского, Толстого и Чехова. Период литературы XX века представлен вопросами о многообразии художественных направлений и течений. Например, романтизм, реализм, модернизм, импрессионизм и экспрессионизм, символизм, атмизм, футуризм. Вопросы о творческом наследии поэтов и писателей рубежа XIX-XX веков, таких как Куприна, Бунина, Горького, Короленко, Мережковского, Брюсов, Блока, Гумилева, Мандельштама, Есенина, Ахматова и другие. А также вопросы о тематическом и жанровом разнообразии поэзии, прозы и драматургии 1920-30-х годов, 1940-60-х и 1970-90-х годов. Вопросы о лидирующем положении прозы, например, о деревенской прозе, городской, военной, исторической, научной. Также вопросы о творчестве Пулгакова, Зощенко, Платонова, Шолохова, Замятина, Гроссмана, Симонова, Шукшина, Солженицына, Распутина, Белова, Астафьева, Трифонова. Вопросы о направлениях развития русской поэзии, например, о традиционной поэзии, поэтических экспериментах, авторской песне, рок-поэзии. В целом, задания по художественным произведениям русской литературы направлены на проверку у абитуриентов знаний, умений и навыков определять автора и названия произведения. Традиционное и новаторское начало, род и жанр, идея и тематическое своеобразие текста, его композиционные элементы, образы, типы персонажей и т.д. Уважаемые абитуриенты, консультация к вступительному испытанию по теории истории и литературы завершена. Надеюсь, что наши рекомендации помогут успешно вам сдать экзамен. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!